Махачкале 16.45. Студия Бедернисия Гусейнова. Здравствуйте. Редактор выпуска Шерепат Шульгина. Новости. Сегодня в Махачкале прошла 10-я сессия Народного собрания Республики. Обсуждены ряд законопроектов. Депутаты проголосовали за или против законов, касающихся самых различных сфер жизни. Изменения затронули бюджет. Дополнительные 2 миллиарда поступят от Федерального центра на школы. В целом сумма доходов и профицит останутся неизменными. Глава Республики принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню российского предпринимательства, которые отмечаются ежегодно 26 мая. Сегодня в Доме дружбы осмотр выставочной экспозиции, а также встречи и общения Рамазана Абдулатипова с предпринимателями и представителями бизнес-сообщества Дагестана. Глава Дагестана провел рабочие встречи с руководителями Тарумовского и Кизлярского районов Александром Зиминым и Александром Погореловым. Руководители муниципалитетов отчитали вся проделанная работа по социально-экономическому развитию районов. Сегодня День филолога. Это профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с филологией. Выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Сегодня во Всемирный день щитовидной железы в Махачкале проходят акции под девизом «Щитовидная железа – защита от опасности». А в Республиканском эндокринологическом центре Казбекова, 172 – День открытых дверей. Врачи-эндокринологи ведут консультативный прием всех желающих без направления. Новости культуры. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана к Международному дню защиты детей организует выставку «Неповторимые куклы Дагестана». Она открылась сегодня в Центре народных художественных промыслов в Махачкале и будет проходить по 5 июня. Вести спорт. Торжественная встреча Рашида Гаджиасулова, первого из дагестанских альпинистов, покорившего самую высокую вершину мира, Эверест, состоялась в Махачкалинском аэропорту. Домой из аэропорта он отправился на новом автомобиле «Тойота Камри», который ему преподнесли в качестве подарка земляке. Отметим, историческое восхождение на Эверест Гаджиасулов совершил в возрасте 49 лет, являясь уже дедом для своего единственного пока внука. В ближайшие сутки Махачкале ожидается без осадков. Ветер северо-западный, днем юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 11-13, днем 18-20 тепла.